Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 6 июля. Страдания святых мучеников Марина, Марфы, Авдефакса, Аввакума, Кирина, Валентина Пресвитера, Астерия и многих других. Их царствование римского императора Клавдия, здесь, разумеется, император Клавдий II, царствовавший в Риме с 268 по 284 год. Пришел из Персии в Рим богатый муж благородного происхождения, по вере христианин именем Марин, женой своей Марфою, и двумя сыновьями, Авдефаксом и Аввакумом, чтобы поклониться гробам святых апостолов и других святых. Находясь в Риме, они посещали христиан, содержавшихся в оковах, и погребали тела, казнимых за веру Христову. Перейдя реку Тибр, они нашли там, в другом городе, святого мученика Кирина, который был заключен в темнице и который перенес уже до этого много страданий за Христа. Придя к нему, они поверглись к ногам его, прося его, чтобы он помолился о них Господу. А потом стали служить ему и другим заключенным с ним, Христовым узником, имением своим, умывали им ноги и кропили себя этой водою. Служа таким образом святым, они пробыли там восемь дней. В это время император Клавний повелел без суда предавать смерти всех тех, кто окажется принадлежащим к христианской вере. Незадолго перед этим были схвачены 260 человек-христиан, которым по судебному приговору императора определено было копать землю, а место заключения их находилось за городом, при дороге, называвшейся Саларийской, где производились гончарные работы. Всех этих христиан император повелел воинам расстрелять стрелами на месте народных зрелищ, а тела их сжечь огнем. Когда Марин и Марфа с сыновьями своими узнали об этом, то сильно опечалились. И отправившись вместе со святым Иоанном, то есть Ситтером, на место казни святых мучеников, тайно вынимали из огня тела их, какие только можно было вынуть, обвертывали в чистое полотно и погребали в пещере, находившейся при Саларийской дороге на склоне горы, называемой Кукумер. Вместе с телами святых мучеников они погребли и тело одного убитого за Христа императорского трибуна по имени Власта и пробыли там много дней в постей и молитвах вместе с пресс-ситтером Иоанном. Узнав об этом, император Клавдий повелел разыскать Марина и спутников его, но они не были найдены, потому что скрывались. Возвратившись затем от этой пещеры, придя в темнице, где был заключен святой мученик Терин, они не нашли его в ней, так как в ночь перед их приходом он был убит мечом и брошен в реку Тибр. Узнав, на каком месте было брошено тело святого, они подождали ночи и, когда наступила темнота, стали искать его и нашелся похоронили в пещере в гробнице Пантеана. Пояснение. Трибуны сперва назывались начальники Трим или кистей римского населения, а потом этим именем стали называть листья многих государственных должностей, преимущественно же начальников воинских частей, представлявших собой нечто среднее между нашим полковником и ротным командиром. Упоминаемый здесь святой мученик власть был одним из таких начальников. Возвратившись затем от этой пещеры и придя к темнице, где был заключен святой мученик Кирин, они нашли его в ней, так как в ночь перед их приходом он был убит мечом и брошен в реку Тибр. Узнав, на каком месте было брошено тело святого, они подождали ночи и, когда наступила темнота, стали искать его и нашелся похоронили в пещере в гробнице Пантеана. Когда после этого они проходили той стороной Тибра, то в нерассеявшейся еще ночной темноте из горницы одного дома им послышались голоса поющих. Это были христиане, которые собрались вместе с епископом Каллистом и совершали стеночное богослужение, прославляя Бога. Услышав голоса поющих христиан, Марины и его спутники весьма обрадовались и, подошедшие к дверям этого дома, стали стучать, но христиане, бывшие в доме, не хотели открыть им дверей, так как боялись язычников, чтобы те не напали на них. Тогда святой епископ Каллист, обратившись к бывшим, с ним сказал, «Будьте мужественны, не бойтесь, Христос стучит в наши двери, откроем Ему, так как Он нас к этому призывает». Сказав эти слова, епископ сам пошел и открыл дверь. Когда Марин, Марфа и оба сына их увидели епископа, то поверглись к ногам его, прося у него благословения. Епископ же и все христиане обрадовались им и, введя их в горницу, с любовью приветствовали их, а затем стали совершать молитву вместе с ними. Марин же с женой и сыновьями своими пробыл в этом месте два месяца, причем днем они скрывались, а ночью собирались на молитву. В это время император Клавдий повелел привезти во дворец, находившийся вблизи народных зрелищ, на суд к себе и для допроса, взятого за исповедание Христа и законов тяжелого окова, одного почтенного мужа по сану пресвитера именем Валентина, и сказал ему, «Почему ты, живя среди народа нашего, не состоишь в согласии с нами? Я достаточно слышу о вашем христианском учении, и удивляюсь, как ты, будучи умным человеком, прельщаешься пустыми сказками вашей веры». «Если бы ты знал дар Божий, заключающийся в вере нашей», отвечал на это блаженный пресвитер Валентин, «то с радостью принял бы нашу веру, и ты самый народ твой, отверг бы ложных богов и сделанных руками человеческими идолами, и исповедал бы единого всемогущего Бога, Отца и Иисуса Христа, Сына Его, Творца всего существующего, сотворившего и небо, и земли, и море, и все, что в них». После этого один из находившихся при императоре, блюститель закона, громко сказал святому пресвитеру, «А что ты думаешь о Боге Дии и Меркурии?» «Ничего другого я не думаю», – сказал святой Валентин, «как только то, что они были жалкие и нечестивые люди, которые во время жизни своей провели нечестиво в пороках и удовольствиях. Да если расскажешь мне об их происхождении и деяниях, то и сам увидишь, до какой степени они были нечестивы». После этих слов святого блюститель закона громко воскликнул, «Этот человек порицает богов, правителей римского государства». Император Клавдий терпеливо, выслушав этот разговор, сказал Валентину, «Если Христос есть Бог, то почему ты не изложишь мне всей правды о Нем?» На это святой пресвитер сказал императору, «О царь, послушай меня, и будет спасена душа твоя, расширится царство твое, и исчезнут враги твои. Ты всех будешь побеждать, и здесь будешь наслаждаться временным, а в будущей жизни вечным царством. Сделай только следующее, покайся в пролитой тобою крови святых, уверуй во Христа и прими святое крещение». Выслушав эти слова, Клавдий сказал присутствовавшим, «Слышите, римские граждане и все люди, какое здравое учение возвещает нам этот человек?» Пояснение, Ди или Зевс, или Юпитер, по сказаниям греческой мифологии, был сын младшего титана Сатурна, который царствовал сперва на острове Крите, а потом присвоил себе владычество над всем миром, и сестры его Реи. Сатурн имел от Реи несколько сыновей и дочерей, но проглатывалось тотчас же после рождения, так как его матерью Гею было предсказано ему, что он будет свергнуть с трона своими детьми. Из всех детей Сатурна от этой участи был спасен Реей только Зевс, который впоследствии действительно и сверг Сатурна. Зевс посчитался греками и римлянами, отцом богов и людей, могущественным и грозным властителем неба и всей вселенной, посылающих на землю громы и молнии, и был у них главным божеством. Греческие мифы приписывают ему плоткую связь со многими старостепенными богинями и даже с женами человеческими, и усвояют ему, как и другим богам и богиням, различные человеческие страсти и пороки. Меркурий и Гермес, сын Юпитера и сестры его Геры, посчитался греками и римлянами, вестником богов, исполнителем воли Зевса, посредником между богами, богами и людьми, богом красноречия, а также богом разнообразных открытий, изобретений и ремесел, богом промышленности и торговли, которая будто бы только тогда и доставляет богатство, когда соединяется с хитростью, обманом и даже кражей. Отсюда Гермес был покровителем кражи и обмана, одобрявшим всякого рода ложь, клятву, преступления. Но епарх по имени Калфурний громко сказал на это, «О царь, ты соблазняешься пустым учением этого человека, судите сами, справедливо ли нам, оставив тех богов, поклоняйся которым мы научены с детства нашего?» После того, как епарх сказал эти слова, изменилось сердце императора. Он передал Калфурнии святого пресс-фитера Валентина и со скорби сказал ему, «Терпеливо выслушай его, и если проповедуемое им учение окажется неосновательным, то поступи с ним по закону, по которому судятся похитители священных предметов. Но если найдешь, что основателен и правдив совет его, то почему нам не послушать его?» Епарх Калфурни, взяв святого Валентина, поручил его одному из бывших под его властью главных сановников по имени Астерию, человеку, известному своим умом, и сказал ему, «Если ты сможешь словами склонить этого человека к единомыслию с нами, то я сообщу об уме твоему императору, и ты будешь другом его». Астерий взял преситера Валентина и привел ее в дом свой. Когда святой Валентин вошел в дом Астерия, то преклонил колено на молитву. «Боже!» — взывал он. «Всех видимых и невидимых тварей, создателей рода человеческого, для спасения нас от обольщения дьявольского и для приведения тьмы к свету, пославший Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, который призвал нас к Себе и сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Ты обрати к себе дом сей и дай ему после тьмы свет. Пусть он познает тебя, Бога и Христа, в единстве с Духом Святым вовеки. Аминь». Когда святой окончил мою эту молитву, то Астерий, слышавши слова его, сказал ему, «Меня удивляет то, что ты называешь вашего Христа светом». Действительно, — отвечал святой Валентин, «Господь наш Иисус Христос, рожденный от Духа Святого и Пречистой Девы Марии, есть истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир. Если он просвещает всякого человека, сказал на это Астерий, то я теперь же испытаю, истинно ли то, что ты говоришь. Я имею дочь, ослепленную ранее двухлетнего возраста, и если ты именем Христа твоего возвратишь ей зрение, то я сделаю все, что ты повелишь. — Приведи ее ко мне, — сказал святой Пресвитер. Астерий поспешно привел ослепую отраковицу. Тогда святой Валентин, воздев руки и возведя очи к небу, долго и со слезами молился, а потом положил руку свою на глаза слепой и сказал, — Господи Иисусе Христе, просвети рабу твою, так как ты свет истинный. После этих слов отраковица немедленно прозрела. Увидев это, Астерий и жена его упали к ногам святого и сказали, — умоляем тебя, делай с нами, что ты желаешь, дабы стали мы рабами Христа и спаслись наши души. — Сделайте же то, — сказал им на это святой Валентин, — что я повелю вам. Если вы от всего сердца веруете во Христа, то истребите всех излов, которые находятся в доме вашем, поститесь, простите долги всем вашим должникам, простите, и примите святое крещение, тогда вы будете спасены. Астерий и его жена с радостью согласились исполнить все это. И святой Валентин, наложив на них трехдневный пост, стал учить их истинам святой веры. А так как под властью Астерия было много узников, то он всех их освободил из оков и выпустил из темницы на свободу. После трехдневного поста наступил воскресный день, и Астерий крестился со всем домом своим, в котором было 46 человек мужчин и женщин, после чего пригласил в дом свой святого епископа Каллиста и принял от него благословение. Услышавший о крещении Астерия, блаженный Марин, жена его и Марфа, и сыновья их Авдефакс и Аввакум, с великой радостью пришли в дом его, возблагодарили Бога и прожили там 32 дня. Между тем император, узнав, что Астерий учением пресетера Валентина обращен к вере во Христа и принял крещение со всем домом своим, немедленно же послал воину схватить его самого и всех его домашних. И воины, пришедшие неожиданно, схватили всех, находившихся в доме Астерия, в числе которых был святой Марин с женой и сыновьями, и привели их к императору. Последний велел пресетера Валентина, Марина, его жену и сыновей отделить от прочих, а Астерии и домашних его связанными послать в город, называемый Остией, чтобы там они были подвергнуты суду и наказанию. Святой Астерий и все бывшие с ним приведены были в город Остии и отданы судье по имени Геласию, который, увидев их, повелел всех бросить в темницу. По прошествии 20 дней он приказал привезти их на суд и сказал им, «Знаете ли вы, что повелел император и все советники его?» «Не знаем», — отвечали святые, «повеленно, — сказал судья, — чтобы те, кто поклоняются богам, жили и были свободны, а те, которые не желают им поклоняться, после различных мучений были казнены». На этом святой Астерий сказал судье, «Пусть поклоняются богам те, кто им подобны, и пусть с ними погибнут, а мы кланяемся единому истинному всемогущему Богу, живущему на небесах, и ему приносим себя в жертву». От этих слов судья пришел в гнев и немедленно велел повесить святого Астерия и мучить его о всех прочих без пощады бить палками. Поддержив святых мучеников в этот день таким мучением, судья велел снова бросить их в темницу и при этом сказал, «Следует приготовить для них более жестокие мучения». После этого он сделал распоряжение, чтобы на следующий день было устроено зрелище и был собран весь народ. Когда наступило утро, Диласий прибыл на зрелище, сел на особом месте для суда и приказал привезти святого Астерия вместе с другими мучениками к себе. Сказал ему, «Остарь свое суетное безумие и дай обещание принести жертву богам, чтобы не погибнуть в мучениях тебе и тем, которые находятся с тобою». «Мы все желаем умереть за Христа», отвечали на это святые Астерии, «как и он умер за нас грешных, чтобы, очистившись от сквер мира сего, удостоиться перейти к желанному для нас Царству Небесному». От такого ответа Диласий пришел в сильный гнев и повелел Астерия и всех бывших с ним отдать на растерзание зверям. После всего святые мученики были отведены на место, находившееся вблизи золотого капища и называвшееся Звериным, так как там содержались звери. Когда святые вошли в яму, то открыта была перегородка, за которой находились звери, и последние были выпущены на них. Тогда святой Астерий громко воскликнул, говоря, «Господи Боже всемогущий! Спавший раба Твоего Даниила ворву львиному через порока Аввакуму, посетивший и укрепивший его!» «Ты и нас, рабов Твоих, посети через святого ангела Твоего!» Вышедшие из-за перегородки звери никому из святых мучеников не притянили никакого зла, бреда. Напротив, кланились к святому Астерию и бывшим с ним. Увидев это, Деласий обратился к народу и сказал, «Видите, как эти люди укоротили зверей волшебным искусством своим!» Но многие из народа говорили, «Бог, которому они служат, сохраняют их!» После этого судья повелел вывести из ямы святых мучеников, приготовить большой костер и бросить их в него на сожжение. Когда зажжен был огромный костер, то святой Астерий сказал прочим святым мученикам, «Будьте смелы, не бойтесь, ибо тот, кто виден, был в Вавилонской печи с тремя отроками, теперь стоит среди нас!» И когда святые мученики были брошены в огонь, то пламя немедленно же погасло, жар притворился в прохладу, святые остались невредимыми. Когда судья, видя себя побежденным и посрамленным, приказал вывести святых мучеников за город и там предать их особой казни, одних обезглавить, а других побить камнями. Так и кончился мученический подвиг этих святых мучеников. Остальное же время вместе с блаженным пресс-фитером Валентином святых мучеников Марина, Марфу, Афдефакса и Аввакума император Клавдий велел привезти на суд к себе. Сперва он отдал приказание без пощады избить святого Валентина палками, а затем отсечь ему мечом голову, а потом обратился к святому Марину и бывшим с ним и сказал им, «Откуда вы?» «Из Персии», отвечали святые. «Для чего же вы, спросил он их, оставили свое отечество и пришли сюда?» «Мы имели желание», отвечали святые, «поклониться гробам святых апостолов и у тех гробов вознести молитвы нашу Господу». После этого император сказал, «Откуда вы приобрели золото и серебро, так как я слышал о вас, что вы богаты?» «Мы приобрели их», отвечали святые Марины Марфа, «от нашего имущества, которое в большом количестве имели в Персии, которое продали. Часть вырученного от продажи мы раздали бедным, а часть принесли с собой и сюда, да и то не для себя, для того, чтобы послужить им святым. А до какой степени мы были богаты в Персии, ты можешь понять из того, какого мы благородного происхождения. Отец мой, Марамей, был первым после персидского царя. Эта супруга моя, дочь Кусенито, знаменитого в Персии князя. «Почему же вы», спросил их император, «оставили отечественных богов, почитаемых в Персии, и пришли сюда искать мертвых людей?» «Мы рабы Христа», отвечал на это Марин, «и пришли поклониться святым апостолам, бессмертные души которых живут с Богом, чтобы они были ходатаями за нас перед Христом, Богом нашим». «А где золото и серебро, которое вы принесли из Персии?» спросил Клавдий. «Мы отдали его Бога», отвечал святой Марин, «который дал нам его на время». Император пришел от этих слов в гнев и отдал святых мучеников своему наместнику по имени Мускеану и сказал ему, «Если они не принесут жертву богам, то после различных мучений предай их смерти». Мускеан взял святых всем на место суда в храме римской богини Целлуды и, приговорив их к мучениям, велел разложить перед ними все орудия пыток, грозя им жестокими муками, чтобы принудить их принести жертву идолам. Пояснение, Целлуда или Теллус древнеиталийское божество матери земли, призывавшееся в молитвах вместе с Серерой. Как представительница земли, Теллус противопоставлялась Юпитеру, божеству неба, олицетворяя материнское лоно земли, воспринимающее семена и дающее новую жизнь. Теллус считалась созидательностью всего сущего и предпочтительно перед другими богинями призывалась как мать. Но святые не подчинились его воле и он приступил к мучениям. Сперва он велел разложить на земле святого Марина и долго бить его палками. Будучи избиваем, святой мученик громко произносил не иное что, а только следующие слова «Слава тебе, Господи Иисусе Христе!» Затем также стали бить палками о вдефаксе и о вакуумах. В это время мать, святая Марфа, смотря на страдания детей своих, укрепляла их материнскими увещаниями, чтобы они мужественно переносили страдания за Христа, который претерпел за нас большее страдания. После этого мучитель повелел повесить мучеников, отца с сыновьями на орудия мучений и железными когтями сдирать с них тело и огнем опалять им ребра. При этом святые мученики с радостными лицами взывали «Благодарим тебя, Христе Боже, наш, что ты удостоил нас претерпеть эти страдания за имя Твое». Мушкиан приказал затем «Снять святых с орудия мучений и отсечь им руки». Причем Марфа собирала кровь их и с мазывала себя ею, а потом повесить им на шее отсеченные руки и водить по всему городу Риму. Когда святых мучеников водили по городу, то глашатый кричал, говоря им «Не хулийте богов, ибо за это несете наказание». В ответ на это святые громко говорили «Не боги, а не бесы, которые погубят вас сарем вашим». После таких страданий святые мученики отведены были на 13 поприщ от города на место называемое «Нимфа» в Катавасии. И святому Марину Авдефаксом и Аввакумом оттекли голову, а святая Марфа была утоплена в реке. Святые мученики скончались в 269 году. Одна женщина-христианка по имени Филикита тайно взяла тела безглавленных святых мучеников, а также нашла в воде тело святой Марфы и погребла их на поле в своем. Прославляя Господа нашего Иисуса Христа со Отцом и Святым Духом славим во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok